В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новый председатель профсоюза в администрации прошла отчетно-выборная конференция территориальной профсоюзной организации Сарова. Ежегодно 21 ноября в мире отвечает День телевидения. АКО-премиум 2021. Воспитанник ДШИ Степан Вершков стал обладателем второй премии на международном конкурсе. Далее расскажем обо всем подробно. В администрации прошла отчетно-выборная конференция территориальной профсоюзной организации Сарова. На заседании подвели итоги работы за последние пять лет, а также выбрали нового председателя профсоюза. Подробности далее. Отчетно-выборная конференция профсоюзного городского собрания началась со слов о значимости работы профсоюза для предприятий Сарова. Глава города Алексей Сафонов и председатель городской думы Антон Ульянов коснулись вопросов о современных проблемах и задачах профсоюзной организации. Профсоюзы всегда обладали очень значимой, очень решительной силой и те организации, те территории, где профсоюзы имели понимание развития, имели желание работать и взаимодействовать, всегда отличались определенной энергией для этого развития. Статус и влияние профсоюзной организации повышается тогда, когда профсоюзная организация по-настоящему отстаивает права, интересы работников, членов профсоюза в первую очередь. И, на мой взгляд, вот этому направлению нужно уделить очень серьезное внимание. На конференции на повестку дня вынесли отчет о работе территориальной профсоюзной организации Сарова в период с 1 декабря 2016 года по настоящее время. Также состоялись выборы нового состава территориального комитета профсоюза. На конференции зачитали отчетные доклады ревизионной и мандантной комиссии. А также ревизионная комиссия казначей и секретарь – это люди с высокой гражданской активной жизненной позицией, неравнодушные профессионалы своего дела. Делегаты утвердили основные направления работы профсоюзной организации на ближайшее время. На основе открытого голосования в новый состав территориального комитета вошло 23 человека. На заседании профсоюзного комитета выбрали и нового председателя. Им стала бывший депутат законодательного собрания 6-го созыва Нижегородской области Марина Семеновна Еминцева. И город живет, и проблемы не общие. Любую проблему можно решить, если ее решить. И при вашей поддержке, спасибо вам огромное, я думаю, наша профсоюзная организация, и наш ветеран, и бывший актив, конечно, добьется тех целей, которые перед собой стоят. Спасибо вам огромное. В планах у нового председателя увеличивать количество членов профсоюзной организации, а также совместно с администрацией решать трудовые и социальные вопросы рабочих коллективов города. Владимир Путин ревакцинировался спутником «Лайт». Президент заявил об этом на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Денисом Лагуновым. Глава государства рассказал и о своем самочувствии после прививки. Что касается безболезненности, то вот два часа назад я сделаю, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально. Также на встрече с президентом Денис Лагунов рассказал о том, как проходят клинические исследования вакцины от коронавируса для детей. По его словам, дети достаточно легко переносят прививку, а количество антител после нее у них гораздо выше, чем у взрослых. Число привитых от коронавируса взрослых россиян превысило 50-процентный порог. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Полный цикл вакцинации прошли почти 59 миллионов граждан. Напомним, записаться на вакцинацию можно на сайте КП-50, через портал пациента на любое свободное время, независимо от того, какую прививку вы хотели бы сделать – от гриппа или от COVID-19. А также по телефонам колл-центра поликлиники номер 1 95511, поликлиники номер 2 95577, телефон прививочного кабинета 95549. Прожиточный минимум составит 12 654 рубля на душу населения в 2022 году. Следует из поправки Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которую поддержали в Госдуме. Для трудоспособного населения его величину установили в размере 13 793 рубля, для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 января изменится порядок выплаты пенсий. Нововведение утвердил Минтрут. Изменения коснутся тех, кто проживает на территории, где введен режим ЧАЭС. Деньги можно будет получить раньше, если граждане направят соответствующие заявления в пенсионный фонд. Что касается доставки пенсии, можно попросить перечислить на счет в банке, не полученную в текущем месяце сумму. Деньги должны поступить в течение трех рабочих дней. В 118 дней будут отдыхать россияне в следующем году. Министерство труда утвердило производственный календарь. Самыми длительными станут новогодние каникулы. Они продлятся с 31 декабря по 9 января. В феврале нерабочим днем будет 23 число. В марте россияне будут отдыхать 6, 7 и 8 числа. Также граждане смогут отдохнуть с 1 по 3 мая и 7 по 10 мая. В июне выходные дни продлятся с 11 по 13 число. Кроме того, нерабочими днями утвердили 4, 5 и 6 ноября. Ежегодный 21 ноября свой профессиональный праздник отмечают все, кто связал свою жизнь с телевидением. Команда канала «16» на протяжении 27 лет освещает самые важные события города. О том, что происходит за кадром главного телеканала «Сарова», расскажем в следующем репортаже. Светлана на телевидении меньше полугода. Девушка получила приглашение на собеседование от нашей редакции и до последнего не верила в то, что ее возьмут. Поскольку опыта работы в этой сфере у нее не было. Но судьба распорядилась иначе, и Светлана попала в дружную команду канала «16». Первое препятствие на новом поприще – страх камеры. Мне было очень страшно снимать стендап. То есть, когда мне сказала главный редактор, я хочу посмотреть тебя в кадре, я очень испугалась. И мне сказали, ты пойдешь, я хочу сказать. Я сначала вообще не понимала, что такое хочу сказать. Это был мой первый опрос и первый стендап. Это было страшно вдвойне, потому что это был опрос, но опросы достаточно так делать страшно. Сейчас о своих первых страхах Светлана вспоминает с улыбкой. Опросы оказались не такими ужасными, а стендапы перед камерой и вовсе вошли в привычку. Больше всего в своей работе Светлане нравится быть в гуще событий. Самым волнительным она считает первое знакомство с тележурналистикой за кадром. Ну, конечно, это интересно. Вот, например, когда я смотрю при монтаже, это как-то по-другому выглядит, это не так интересно. А потом, например, свой же репортаж я смотрю по телевизору – это так и по-другому. И, например, уже себя там, например, в телевизоре увидеть – это очень странно. Медиа-индустрия постепенно переходит в интернет-пространство. Современное телевидение не стало исключением. Новости спорта, культуры, экономики и политики, а также аналитические и развлекательные передачи вы легко можете найти на онлайн-платформах. Сегодня мы присутствуем не только у всех кабельных операторов, где можно посмотреть наши новости, наши передачи, но и также во всех онлайн-площадках. Лайм-HD, Вентера, все, что смарт-ТВ касается. Также приложение «Саров-24» в Google Play Маркете, где вы можете скачать это приложение, установить его себе на телефон и в любой момент его включив, увидеть все, можно сказать, новости за сегодняшний день. Редакция канала «16» поздравляет всех сопричастных с профессиональным праздником и желает им всегда быть актуальными и интересными. Анна Перепец, Константин Островский, Сергей Ряпов, Служба новостей, Саров-24. Вечером 16 ноября на улице Академика Харитона водитель «Ауди» не учел погодные условия и врезался в припаркованный КАМАЗ. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. За прошлую неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали 4 ДТП с пострадавшими. Напротив первого дома на улице Академика Харитона, из-за плохой видимости и изменившихся погодных условий водитель «Ауди» не справился с управлением и врезался в припаркованный КАМАЗ. В результате ДТП автомашина получила механическое повреждение, а водитель автомашины получил телесные повреждения незначительные и после осмотра врачом был отпущен домой. Наиболее сложная дорожная обстановка была в субботу. В этот день произошло три аварии. На перекрестке проспектов Мира и Октябрьского водитель «Лады Веста» при повороте налево не уступила дорогу встречной машине. Также на перекрестке улиц Московской и Курчатова два автомобиля столкнулись из-за несоблюдения дистанции. На улице Силкино, напротив дома 25, водитель 1963 года рождения, управляя автомашиной «Хундай Солярис», при выполнении маневра разворот налево, создал опасность для движения автомашин «Киеварио», не уступила ей дорогу под управлением водителя 1985 года рождения, вследствие чего произошло столкновение данных транспортных средств. Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей, что в связи с изменением погоды и глоледицей нужно быть особенно внимательными на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями, а также избегать опасных маневров. Ну а и пешеходам нужно помнить о том, что в условиях скользкой дороги машина не может вовремя быстро остановиться, поэтому, выходя на проезжую часть, даже на пешеходном переходе, всегда убеждаться в том, что транспортные средства, водитель транспортных средств их увидел, принял меры к снижению скорости и, самое главное, автомашина остановилась. Также сотрудники ГИБДД провели акцию памяти жертв ДТП, чтобы напомнить о том, что дорога – это не место для игр и экспериментов. В Сарове за 10 месяцев в ДТП погибло 3 человека. В рамках акции по дорогам города проехала колонна в составе патрульного автомобиля, эвакуатора и машины скорой помощи. А на площади Ленина дети запустили в воздух черные шарики в память о погибших в ДТП. Воспитанник ДШИ Степан Йошков стал обладателем второй премии в номинации солисты «Баян-аккордеон» на Пятом международном конкурсе баянистов и аккордеонистов АКО-премиум 2021. Подробности далее. Джон Уильямс – музыка из кинофильма «Список Шиндлера» и Мишка с куклой пляшут польку Кочурбина в транскрипции Крупина. С этими произведениями Степан покорил жюри пятого международного конкурса баянистов и аккордеонистов АКО-премиум 2021, который проходил в онлайн-формате в белорусском городе Речице. Сначала мы разыгрываемся, играем гаммы, арпеджио, аккорды. Потом мы играем произведения, учим их. Потом в конце мы повторяем выученные песни, которые мы уже знаем. После поездки в творческий лагерь мальчик начал сам сочинять музыку. Его репертуар состоит преимущественно из медленных и лиричных композиций, так как Степан их лучше чувствует. На занятиях с педагогом юный музыкант разучивает произведения, разные по характеру и жанру. Это инородная музыка в обработке популярных баянистов. К любимым авторам он относит Баха, Кулау, Джона Уильямса. Очень усидчивый ребенок. То есть он может без проблем сидеть два урока, и если приходит следующий ученик, мне приходится просто баян у него забирать, потому что он сидит, тоже начинает свое сочинять. И вот таким вот образом. И сейчас он проявляет себя все больше с лучшей стороны. Все больше и больше. Талантливый, усидчивый. Джон Уильямс, музыка из кинофильма «Список Шиндлера» и «Мишка с куклой» пляшет польку Кочурбина в транскрипции Крупина. С этими произведениями Степан покорил жюри пятого международного конкурса баянистов и аккордеонистов «Ака Премиум-2021», который проходил в онлайн-формате в белорусском городе Речица. Участвовали дети менее 8 лет и от 19 и выше. Степа участвовал во второй возрастной категории 8-10 лет. Конкурс проходил в два тура. Из 85 участников было отобрано 45. Степан стал урядом в второй степени. Ему не хватило две десятые балла до первого места. Также юный баянист стал обладателем сертификата на участие в финале международного конкурса во Франции и международного конкурса баянистов-аградионистов США. В рамках первенства Нижегородской области среди мальчиков 2011-2012 годов саровчане принимали на своем льду команду Рубина-Зардатова. Подробности в следующем репортаже. Я считаю, что мы выиграем саров, потому что мы готовились. С победным настроем приехала команда из Ардатова на очередной матч областного первенства Нижегородской области среди юношей 2011-2012 годов рождения. Но саровчане были готовы к схватке и уже в первом периоде завладели инициативой и сумели забить в ворота гостей три шайбы. Во втором периоде команды обменялись голами, а третий показал, что саровчане настроены решительно. Динамичные атаки и точные передачи помогли команде забить еще три шайбы. Игра закончилась со счетом 7-1. Соперников слабых не бывает. Бывают плохо сыгранные игры. В принципе, турнир такой уже довольно серьезный. Мы все настроены на хотя бы выйти в призеры в этом турнире. В этом году в Нижегородском первенстве по хоккею среди мальчиков 2011-2012 годов рождения принимают участие девять команд. Каждой предстоит сыграть по две игры. Одну дома, одну на выезде. Довольно-таки интересно. Дети играют, развиваются. Они ради этого сюда и приходят. Во-первых, это занятие спортом. Но интересная эта игра. Первенство еще только началось. В копилке у сарусских спортсменов уже две победы. 26 ноября наших кист искрестят клюшки с выксунским металлургом. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok